Всем привет, друзья мои! Доброго утра! Прекрасного настроения, позитива, радости, улыбок, здоровья! Всего вам только хорошего желаю! Друзья мои, мы с девочками немножко изменили свое занятие, время занятий. Пришли пораньше, в 9 часов, и я боялась опоздать. Смотрю, уже время без 10, вылетело как пуля. Вы представляете, я так летела за 10 минут с дома, и я сюда пришла. И то задержалась на дороге, потому что машины меня не пропускали. 10 минут, вот, можно быстро дойти до нашего стадиона. И сейчас жду своих девочек, красавец. Настроение у меня просто шикарное, позитивное. Больше радуюсь этому красивому небу, спокойному, даже без облачек. Облачка нет, все синее. Посмотрите, мои дорогие. И желаю вам прекрасного настроения, а я жду своих девочек, и будем заниматься с ними. Покажу вам, покажу вам. Плохой день ушел, слава богу. Все прошло нормально. Нужно контролировать себя. Еще раз убеждаюсь, что нужно, наверное, прислушиваться к своим гороскопам. Раньше я никогда не прислушивалась. Жила в ногу со временем, поэтому мне ничего не получалось. То, что задумывала, то, что хотела, ничего не получалось. Потому что всему свое время, свои дни. Убирают набережную, подлетают, моют. Жду девочек своих. Поэтому прислушивайтесь к гороскопам. Время такое, что нужно делать правильные шаги с их помощью. Она у нас, это, акробатка. Она вообще вот так и вот так садится на шпагаты. Она у нас мастер. А я могу вот так. А ты каким спортом занималась? И могу вот так? А я только хожу. Ну, очень много. Нет, не раньше, в молодости. Ты говоришь, спортом занималась? Ну, нет. Наша йога закончилась с купанием небольшим. Замечательная погода, замечательное настроение. Все сейчас идем по домам. Отпучковаемся. Расщепляемся от пучкового. Так, с тобой мы. Пока. Все, Юля, все на счастье. Ну, удачи, удачи всем. Всего хорошего настроения. Пока, Джан. Спасибо. Взаимно. Я знаете, что заметила, Лена? У тебя глаза загорелись. Я не поцеловалась. О, какой. Привет, привет, мои дорогие. Если бы мне 24 часа было бы в распоряжении, мне бы тоже не хватило. Я встаю с 6 часов, и я не успела оглянуться, и уже 6 часов. А я вся в делах. Забыла я совсем снимать эти видео, мои дорогие. Извините, что я вас забыла. Эндер пришел с магазина, и покажу вам, что он купил. У нас закончились салфетки, бумажные полотенца. Он купил, вот эта самая хорошая марка попила. Мне очень нравится. Купил вот такую маленькую канистру. Купил такой лавашик, очень хорошо идет. Кофе турецкое. Сосисочки мне. Это что? А, маски, говорят, 4 лиры. Пошел без маски, и пришлось его купить. Колбасочку взял. Какую? Говяжий. Кофе. А, вот такой чай. Мы купим. Мы пьем очень вкусный чай, самый хороший. И яйца. Кстати, ей не показалось, сколько что стоит цена в итоге. 285. А что он такого купил? А, он еще купил сигареты. Сегодня на ужин у нас правильный ужин. Я приготовила вот такой салатик. Гречка. У мужа вчерашний чуть-чуть корочка осталась. Суп из красной чечевицы и кабачок. Кстати, это сушеный, который мне дала моя анемчик. Анемвер, здесь с черботером, у кабака. И я приготовила яйца чарбуле по-грузински. Конечно, отличаются они от мене. Посмотрим, как он это покушает. Приятного аппетита нам. Он помог на стол накрыть все ужинаем. Друзья мои, всем привет, мои дорогие. Сегодня замечательный день, но немножко ветрено. И, как вы видите, догадались, я начинаю с велосипедов. Ветер очень сильный. Не знаю, насколько мне хватит. Очень сильный ветер на набережной. Море тоже неспокойное. Ну вот я, наверное, поеду по этой дороге. Посмотрим, как там, может, не так дует. Пожелайте мне удачи. А это мой конь. Сегодня воскресенье. Посмотрите, сколько людей, как выходило. На пиклики. Шумит тоже мне. Вдоль всей набережной. Все завтракаю, друзья мои. А Светлана катается. Ну, ветер есть. Есть ветер. А вот и я, друзья мои. Доехала до Марины. И сейчас возвращаюсь. То есть, так слезы текут. Витер, наверное, попадает. Витер, наверное, попадает. Почему-то в Марине нет света. Движок работает. Очень странно. Какой грузовой. Иду, еду. То есть, еду. Сделать себе выходной. Мне такая радость. Купила марафон. Восемь у Кати Гуру. Он заключается, знаете, в чем? Длится около полтора месяца. И марафон для справедливости. Там она будет предоставлять себе гуру на каждый день. Мы сделаем замеры в начале. В общем, уже восьмой марафон. Я мимо меня прочту, наверное, пять. Мне как-то было не дуэтом, да? А сейчас я решила сделать себе подарок в честь исполнения моих желаний. Эти два дня, третий день у меня, все в моей жизни изменилось. Такие сюрпризы мне преподносит вселенная. Вы просто себе не представляете, какая я счастлива. И надо всегда благодарить, когда к тебе приходят сюрпризы. Какие-то денежки накапают, да? Так что, мои хорошие... У меня очень хорошая новость, поэтому я решила поделиться ею с вами. Начинаю 16 ноября марафону Кати Гуру. Ну, цель моя не похудение, а просто чисто спортивный интерес. И в итоге я могу выиграть машину. И я выиграю машину. Держите за меня кулачки. Потому что Катя Гура каждый марафон разыгрывает машину. И денежные призы, и еще какие-то подарки. Пожелайте мне удачи. За меня кулачки держите. Все будет хорошего. Светлана что-то выиграет. Выиграет машину или что-то. А я поехала. Не буду отвлекаться. Какое море беспокойное. Я сорок минут покаталась. Много велосипедов очень. Много, друзья мои. Ну, конечно, и много людей, у кого свои личные велосипеды. Девушка как катается. Музыку слушает. И давай. Я еще на ту сторону не ездила. Надо как-то попробовать. Хотела вот так вот объехать, да? Поехать по той. Но там дедулька один. Испортил мне. Начал. Думал. Передумал. Сначала шел прямо. Потом свернул туда. И как раз под мои колеса. А вон девочка, смотрите, как классно сама. А нет. Тоже, видите, она не может по этой тропинке ехать. Да. Лучше пройти пешком. Надо быть таким профессионалом. Смотрите, какая у нас замечательная погода. Вечером Ашкин кондиционер включил. Сегодня на завтрак я решила приготовить себе овсяно-блин. Три столовые ложки овсяных хлопьев. Я чуть-чуть залила кипятком. И затем вбила одно яйцо. Помешала его чуть-чуть. Пускай оно потомится. Без соли. И заварила себе зеленый чай. Буду готовиться к марафону с Катей Гуру. А инделю я жарю вот таким образом яйца. Вы видели, как жарят? Так складывают их, складывают. Сейчас с этой стороны. Как рулетиком. Смотрите, как делают. Вот сбили, да? Сейчас вот так залью я. Чуть-чуть, по чуть-чуть добавляю. Вот такой. Велитик вкусный. Вот так я и положила сырок туда еще. И этот. Сейчас он так пожарится. Я его раз. Сверну, сверну, сверну. Вот, посмотрите, что получилось. Такая красота. Вы видите? Многослойный омлет. Приятного аппетита! Ну, а здесь я готовлю для себя овсяно-блин. Сейчас переверну, кусочек сыра вовнутрь положу. А вот и мой овсяно-блин. Сейчас я буду его кушать. Снова мои цветочки осыпались. Мои перчики покраснели. Видите, опять надо убирать. Вчера ночью поливала их. Как вы думаете? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Мне эти ветки все поотрезать, пообрезать? Как вы думаете? И этот цветок, и этот мне интересует. Будто все так они у меня сохнут. Буду прятать сейчас все. Машкем, говорит, там гушает уже, завтракает. Афейдосу нашкем. Хочу вам показать, что у нас сегодня во дворе ожидается. 40 дней. Почему-то я раньше думала, что мусульман 52. У нас в Грузии, вот насколько я знаю, 52 дня существует. А мой муж сказал, что сегодня будет поминать. Кто-то умер из соседей. Я не знаю кто. И приглашают всех. Ну, что будет из еды? Лахманджун, как всегда говорят там. С каким-то соком. Мы сидим на балконе с Ашкемом. Выпили только что кофе. У меня такой бардак, но я ничего не буду делать сегодня. Ашкем сидит. Я сделала маску на лице. Не хочу показывать. Клиняное, красное. Соседи, наверное, сейчас увидят меня, будут в шоке. Но вроде бы пока они никто не замечает меня. Хорошо. На балконе прекрасно. А в квартире уже прохладно. Смотрите, на балконе я стою с короткими рукавами в майке. А в доме уже холодно. Сегодня я решила приготовить себе что-то очень вкусненькое. Еще раз говорю, что сегодня у меня последний день. И завтра я уже буду в режиме каком-то определенном. Смотрите, для начала что я делаю? Здесь вода в сковороде. Здесь пустой ковшик. И сейчас я растоплю шоколад. Кстати, это плитка, последняя моя плитка, которую я купила и в Батуми. Посмотрим. Я не знаю, тут она с фруктами. Ну, ничего вкуснее будет. Покажу потом, что же я делаю. Как вы думаете, что я приготовила? Это мороженое. Мороженое. Сейчас я это положу в холодильник и съем потом из банана. Эндер ушел, меня приглашал с собой. Но я не хотела туда идти. Он отменяется от Антони, так как он там покушает. А я приготовлю себе что-нибудь покушать. Там потихонечку начинают собираться на ужин люди. Наверное, к 7 часам. Вот так вот у нас планы меняются. Вы знаете, что в гороскопе было написано, что у нас, у меня планы поменяются. Я вообще думала по-другому. Приехала одна моя знакомая и привезла мне лекарства, какие заказывала. И мы вчера планировали пойти сегодня к ней и забрать свои заказы. Но все изменилось. Я верю гороскопам. Хотя так все было вообще запланировано в тысячу процентов, но получилось по-другому. Поминание начинается с молитвы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Молитва продолжается. Сейчас закончится и будут их кормить. Дорогие друзья субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья субтитры создавал DimaTorzok Каждому принесли порцию лахманджун Вот и кушают Ашкин придет, я узнаю, что еще там Но ничего не будет к лахманджун Потому что мы хотели заказать лаваш В пекарне Сказали, что занято Сегодня не делают они лаваш Не пекут, так как у них большой заказ Лахманджун Приятного аппетита Им царство небесное Я тут занимаюсь Любимым делом Рисую на заказ Скоро начнется Мой вебинар И вдруг Мой Ашкин принес мне Баклаву И лахманджун Раз, два, три, четыре штуки Друзья мои Четыре лахманджуны Видите, зеленушка Вот сейчас я буду пировать Кайфовать Мой вебинар Мой вебинар Что это, не знаю? Я не знаю, что это Мой вебинар Ашкин попробую, что это Как это? Вот такое мороженое вышло. Я попробую тоже. Буфай дали ашкендон дурма. Мус, мус. Приятного нам аппетита. Полезное мороженое. Вы знаете, что очень вкусно получилось. Настоящее мороженое. Во-первых, оно полезное. Тут нету сахара, а вот только что шоколад. Пробуйте, друзья.